Коллеги, предлагаю начать секцию. Пару слов чисто организационных. Оргкомитет очень попросил соблюдать максимальный регламент, потому что у нас плотный день и всего буквально немного времени для того, чтобы потом перейти уже на площадку, где вечерняя программа максимально интересная. Поэтому прошу всех докладчиков соблюдать регламент, 20 минут на доклад. Если кто-то хочет, чтобы ему задали вопросы в конце его доклада, то должен уложиться более короткое время, чем длитель 20 минут. В остальном, всех приветствую, всех рад видеть. Меня зовут Дмитрий Горелов, я коммерческий директор компании «Актив». Мой соведущий Александр Поташников, наверное, один из значимых столпов российского исказы и рынка, я бы сказал, такого. Поэтому мы с Александром будем вести. И я прошу первого докладчика, уважаемого представителя, наверное, крупнейшего в России, наверное, IT-службы такого. Такого, наверное, я даже не знаю, у какого органа есть большее количество там и компьютеров, и информационных систем. Дит Москвы. Андрей Горбут, начальник отдела криптовещей защиты и информации. Приветствую вас, дорогие коллеги. Дмитрий Горелович, спасибо за такое яркое представление. На самом деле, Дит Москвы – это действительно уникальная структура. Мы создаем цифровые технологии, таких, которых больше ни у кого нет. Собственно, в своем выступлении работает. Я постарался сформулировать ключевые проблемы, которые есть в рынке электронной подписи, с которыми сталкиваются органы власти. Я постарался максимально компактно структурировать информацию, чтобы донести ее до вас таким образом, чтобы по результатам получились какие-то полезные выводы, которые можно было бы использовать не только в государственной сфере, но и, собственно, в коммерческой среде. Но не могу не дополнить те слова, которые сказал Дмитрий Львович. Я уже упомянул про ДИТ. ДИТ является ключевым, наверное, поставщиком современных IT-решений в нашей стране, благодаря чему Москва занимает лидирующие позиции не только как мегаполис для жизни, но и в сфере инфрационных технологий. Мы неоднократно Москву отмечали на международных всяких рейтингах, но это не отменяет того, что мы продолжаем и дальше развиваться, создавать новые решения. Что касается применения электронной подписи, то здесь мы тоже идем далеко вперед. У нас с каждым годом появляются новые системы, в которых требуется применение криптографии. Эти системы становятся более сложными, как, например, всем известная система дистанционного голосования. И в этих системах становится наиболее актуальным применение электронной подписи. Я не буду засчитывать цифры, но они говорят сами за себя. Мы действительно, мы где применяем технологии PKI и стараемся это делать максимально эффективно. Первое, с чего я хочу начать, это зафиксировать проблемы, связанные с таким важным аспектом, как обеспечение сертификатами и средствами электронной подписи. На вот этом слайде я, наверное, добавил абсолютно все направления, над которыми мы стараемся работать и стараемся это делать очень плотно, потому что комплекс этих мероприятий дает ощутимый результат по использованию PKI в целом. То есть невозможно сказать, что электронная подпись работает, если пользователь не может самостоятельно сгенерировать закрытый ключ. Невозможно сказать, что документ подписан успешно, если после не выполняется проверка. Ну и так можно продолжать бесконечно. Здесь я, наверное, могу сказать, что мы стараемся делать так, чтобы в наших системах технология подписания была зеркальной, чтобы везде использовались почти одни и те же технологии, одни и те же подходы. Мы работаем над тем, чтобы выбор средств электронной подписи соответствовал условиям работы пользователя, чтобы ему не приходилось каких-то там сложных, невыполнимых для него действий выполнять. Поэтому, наверное, в каждом из этих блоков есть то, над чем следует поработать каждому из, не только, как я уже сказал, обранной власти. Второй важный момент, который я бы хотел ответить, я сейчас пропущу один слайд. Когда была поставлена задача федеральным законом перейти на сертификат федерального казначейства, то здесь мы столкнулись с действительно большой задачей, она была большой с точки зрения организации. Здесь отдам должное коллегам из федерального казначейства, с которыми мы вместе, по сути, эту задачу решили. Мы обеспечивали удобную идентификацию граждан, наших пользователей, в тех местах, собственно, где они работают. То есть нам удалось реализовать такую распределенную схему выдачи посредством организации соглашения о доверенных лицах. И, по сути, процесс обеспечения сертификатами в городе не остановился. Только за текущий год 47 тысяч сертификатов получено соблюдением всех требований безопасности и условия работы наших граждан, наших сотрудников. Но и здесь я бы отметил, наверное, вопросы. То есть в каждом из блоков я постарался вынести те вопросы, которые нас интересуют и которые, на самом деле, актуальны для всей отрасли. Доверенные лица, они действительно появляются. Тут уже звучали некоторые тезисы в эту тему. Но у доверенных лиц есть определенные ограничения. Они не могут отзывать сертификаты. Это является сейчас достаточно большой проблемой, потому что мы продолжаем следовать тем направлениям, которые я обозначил в начале доклада. И с отзывом сертификатов у нас есть определенные проблемы. Тут в качестве предложения такое, что обозначить возможность отзыва сертификатов для доверенных лиц, то есть тем сертификатом, который они выдают. Собственно, почему эта задача нужна? Потому что ни для кого не секрет, что кадровый документ оборот будет достаточно серьезным драйвером развития технологии в ближайшую перспективу. И почему этот проект, это направление действительно будет востребованным? Потому что тут в руках работодателя, по сути, будет инструмент воздействия на работника, как бы это страшно ни звучало. И, по сути, для организации переход в цифру, он существенно уменьшает издержки на кадровые документы. Тут даже дело не в том, что подписать и хранить документы, а в том, что человека нужно оторвать от работы, направить его в точку отдела кадров. С учетом масштабов некоторых организаций эта проблема будет просто иметь значительный эффект. Здесь мы столкнулись с такой проблемой, что в госсекторе получить квалифицированный сертификат может только работник. При этом необходимость подписания некоторых документов возникает еще до того, как ты стал работником. Соответственно, вопрос такой, что подписать КЭПом не получится, потому что ты его не можешь получить. И здесь, как мы видим, что решение этой проблемы, в том числе и в госсекторе, лежит в сфере применения о неуквалифицированной подписи, о ней тоже еще упомяну попозже, либо использование о квалифицированной подписи ведического лица, которого, к сожалению, пока в большой массе ничего у нас нет. Если идти дальше, то применение у средств электронной подписи мы, как и, наверное, все участники рынка, находимся в той ситуации, что мы ждем, когда появится решение в сфере мобильной подписи. Я постарался подойти немножко творчески к этому вопросу. И вот на слайде обозначил пересечение трех ключевых факторов применения электронной подписи. И мне кажется, что то решение, которое устроят всех, оно еще пока не найдено. То есть нужно такое решение, которое позволит использовать электронную подпись безопасно и удобно, но в то же время, чтобы оно было универсальным. Пока такого решения на рынке нет, мы следим за ситуацией и надеемся, что какое-то близкое к этому решение скоро появится. В то же время есть одна проблема, которую уже сейчас все начинают сталкиваться. Это по идентификации пользователей, амортификации пользователей, как правильно назвать, с применением электронной подписи. На самом деле задача в следующем, что есть ряд систем, которым важно ассоциировать пользователя с конкретной организацией. Если раньше сертификат физического лица, точнее юридического лица содержал реквизиты организации, то сейчас такой сертификат только у руководителя, а у сотрудника такого сертификата нет. Соответственно, для того, чтобы пройти связку того самого лица с организацией, необходимо использовать какие-то дополнительные средства. В качестве такого средства, на мой взгляд, идея с применением машиночитаемой доверенности в целом вполне могла бы работать. Однозначно, что систему идентификации надо выносить отдельно. То есть электронная подпись не должна быть средством идентификации. Но в то же время машиночитаемой доверенности и вся обвязка, которая образовывает эту инфраструктуру, она должна обеспечивать возможность быстрой проверки принадлежности того или иного субъекта к организации. Вот пока, к сожалению, мы только идем к этому пути, мы это вся отрасль. Но считаю, что на это следует сделать определенный акцент. В то же время здесь есть и обратная сторона применения электронной подписи. Я уже сказал, что у физического лица сертификата с ином организации уже не будет. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то есть еще одна проблема, которая иногда упоминается, но, к сожалению, сейчас не так часто. То есть если мы говорим про повсеместное развитие квалифицированной подписи для тех же граждан, а по факту у нас уже есть спрос на использование КЭПа обычным физическим лицом. То есть если он работник коммерческой структуры, то хочешь не хочешь, а иди получай квалифицированную подпись в аккредитованный удостоверяющий центр. И здесь я считаю, что надо уделить особое внимание таким моментам, как возможные риски атаки на применение квалифицированной подписи, которые, по сути, реализовать достаточно легко. То есть если какая-то система по старинке использует амортификацию при помощи КЭПа, при этом эта амортификация просто избыточна, на мой взгляд, то достаточно просто мошеннику создать копию такого ресурса, на который должен путем направить пользователя и, по сути, заставить его подписать те сведения, которые он никогда даже не хотел подписывать. не хочу развивать эту тему, но риски здесь достаточно существенны. Дальше. Что касается применения доверенности. Если говорить про идею того тезиса, который я уже обозначил, то при внедрении МЧД в своих системах мы столкнулись с еще одной проблемой. Что, по сути, многие системы, они внутри себя делают достаточно большую подсистему распределения полномочий. И в некоторых сферах эти распределения полномочий также работали по доверенности. То есть раньше предоставлялась бумажная доверенность, где написано, такому-то сотруднику разрешается доступ к такой-то раздел системы. В этом разделе системы, во-первых, могут быть какие-то чувствительные сведения, о которых нельзя показывать кому-то, кому не нужно. Например, финансовые сведения. В то же время в этих разделах могут быть, собственно, запросы на какие-то юридически значимые действия, которые в случае, если сотрудник их выполнит, то есть подпишет какой-то документ, но при этом доверенности у него в моменте не будет, то потом будут возникать проблемы либо у оператора системы, либо у того, кто несет ответственность за подписание. То есть, пример, если есть необходимость подписать какое-то решение по закупке в течение двух дней, то человек, который подпишет без доверенности, он исполнит ту самую процедуру, которой нужно было исполнить срок, но при этом потом возникнет разбирательство, почему он это подписал, когда у него не было полномочий. Это, по сути, тоже является таким блокирующим моментом. И здесь важно не допускать возможность подписания человеку, если у него нет полномочий. И здесь мы видим такое, что те полномочия, которые выбираются операторами систем, во-первых, они должны быть понятными для самой системы. То есть придумывать кучу полномочий – это не всегда хорошо. Чтобы здесь навести порядок, на мой взгляд, было бы уместно использовать какие-то единые полномочия, которые, возможно, предложит регулятор, чтобы не дублировать подписание от имени организации в десяти разных подразделах классификатора. С этим всем можно достаточно просто управляться. Тут вопрос просто общей технологии. И второе, что здесь я отметил, это то, что те самые полномочия необходимо превращать в управление параллевой моделью внутри системы. Здесь уже вопрос архитектуры систем. Рано или поздно все системы, я считаю, к этому должны прийти. Второй момент, который я бы хотел отметить в сфере МЩД, это ограничение законодательства в сфере применения и хранения МЩД. Поясню. Органы власти, субъектов Российской Федерации, они не могут по нормативным требованиям хранить МЩД у себя в систему. То есть они могут хранить в той системе, где подписывается документ, но у нас таких систем больше ста. Соответственно, хранить в сто разных системах МЩД нам просто невыгодно и неинтересно. В то же время мы не можем подключиться к распределенному реестру ФНС, который также оперирует с существующей нормативной базой. Проверить МЩД, предоставленную в рамках этого реестра, мы тоже не можем. Мы, собственно, уже направляли предложение в Минцифру. Надеюсь, оно будет рассмотрено. В части постановления правительства необходимо расширить места хранения МЩД, добавив туда информационные системы субъектов Российской Федерации. Также, анализируя тему МЩД, я бы хотел отметить два таких момента, которые, возможно, не являются такими очевидными, но на них следует обратить внимание. Первое. В составе собой МЩД есть поле места хранения доверенности. Сейчас это поле заполняется произвольным образом. Можно указать название ведомства, где хранится МЩД. По факту при проверке МЩД такое поле особо ни о чем не скажет. То есть сюда нужно работать в сторону какого-то механизма быстрой проверки, то есть проверка посылки с постановкой номера, чтобы упростить жизнь тому, кто будет проверять это МЩД, в том числе для автоматизированных систем. Второе, что бы я отметил, это то, что в МЩД сейчас указан срок действия МЩД, где он соответствует Гражданскому кодексу, там указывается дата. Но если уж говорить, то цель перехода на МЩД была полной цифровизацией, чтобы мы могли автоматически проверить абсолютно все аспекты. В том числе дата действия МЩД, она должна, на мой взгляд, быть абсолютной, отражать конкретную дату, конкретное время. И, собственно, в случае истечения этого времени МЩД уже была бы недействительной. Заключительный блок моих тезисов, это касается проверки электронной подписи в документах. Здесь я хочу, наверное, поделиться таким практическим наблюдением, который точно можно реализовать уже прям без изменения нормативки. Мы все проверяем сертификаты по спискам отзывов. То есть уже неоднократно было там сказано, информацию не буду повторять. Но просто факт. Список отознанных сертификатов, у которого достаточно большой список отознанных сертификатов, то есть большой CRL-лист, он занимает значительное пространство памяти. То есть для сравнения список отознанных сертификатов у CFNS, для сертификатов, выданных до марта прошлого года, то есть еще по сути некоторые сертификаты могут быть действительными, он занимает 17 мегабайт. То есть эти самые 17 мегабайт будут скачивать каждый пользователь, который будет подписывать документ. То есть спрашивается, зачем. Это все можно оптимизировать таким образом, чтобы управлять количеством выпущенных сертификатов на одном подчиненном центре сертификации. То есть по сути нужно понимать, что с увеличением количества сертификатов на одном удостоверяющем центре, с увеличением срока действия этих сертификатов, списки отзывов будут расти, и нагрузка на каналы связи будет расти, и мы будем, собственно, сталкиваться с проблемами. На самом деле мы с этими проблемами уже сталкиваемся, и вот там, где автоматизированное подписание или аутентификация сервера, мы просто вынуждены констатировать то, что мы теряем время на вот этих операциях. То есть мы в качестве нивелирования этой проблемы мы стараемся перевыпускать сертификаты для таких вот значимых действий, так чтобы список отзыва был минимальным. То есть по сути переупускать сертификаты чаще. Но если центром сертификации просто тоже менять свой подчиненный сертификат немного чаще, то такой проблемы можно избежать. И второй момент, который касается проверки электронной подписи, точнее перехода в те самые архивные форматы, которые позволяют эту проверку делать в течение времени, является вопрос использования CSP. То есть тоже про это уже говорилось, но я дополню своими словами. Сейчас, по сути, у нас нету какого-то подхода единого к использованию CSP. В государственных центрах сертификации такого сервиса нету, возможно, по понятным причинам, но факта его нету. И по сути мы вынуждены использовать сервисы CSP на тех средствах, которые позволяют его организовать, с использованием того сервера, который выпускает центр сертификации, и сертификата для подписи CSP-ответа. Лично мне эта технология не очень нравится, потому что есть много условностей. Мы ее пока не так сильно внедряем, ровно по этой причине. Но здесь надо как-то определяться, потому что дальнейшее использование CSP, я считаю, необходимым, если мы остаемся в всех стандартах, которые разработаны в международных документах. И здесь необходимо также навести порядок. В качестве резюме я постарался собрать несколько фактов, которые, первое, это влияет на развитие отрасли с точки зрения нормативного регулирования. То есть то, что касается нормативки, необходима дальнейшая проработка в направлениях применения мобильной подписи. Это уже тоже об этом говорилось. То есть те самые стандарты, подходы, возможно, какие-то практики, это все необходимо развивать, потому что мы, как органы власти, от этого очень сильно зависим и ждем. Второе, это те самые документы с долгосрочной подписью. То есть помимо CSP есть еще много разных подходов, но все их надо прорабатывать и нормативно как-то оформлять. Потому что сейчас при внедрении тех же электронных архивов мы просто ограничены в том, что у нас нет нормативной базы. Сюда же я бы отнес регулирование проверок МЧД. То есть было сказано про проверку доверенной третьей стороной, но что делать таким системам, которые не нуждаются в услуге доверенной третьей стороны, им нужно сохранить факт проверки МЧД. По факту никакого нормативного документа, никакого стандарта нет, и подтвердить проверку МЧД можно только подручными способами. И те же самые квитанции, о которых говорили, то есть это все не является ключом к решению всех вопросов. И чтобы закончить на позитивной ноте, я, наверное, отмечу следующее. То, что есть направления, которые станут, на мой взгляд, драйвером в развитии отрасли. То есть уже сейчас мы это видим. Это тот же самый кадровый документооборот. То есть через, наверное, пару лет у сидящих здесь в зале, наверное, у каждого будет либо усиленно квалифицированные, либо усиленно не квалифицированные подписи. И при помощи них мы будем подписывать документы, которые мы используем в повседневной своей работе. В том числе в взаимодействии с работодателем. В то же время я считаю, что по всем направлениям нас ждет криптографическое усиление мер защиты, которое уже используется. То есть там, где используется простая электронная подпись, должна быть усилена не квалифицированная подпись. Там, где вообще никакая криптография не используется, она должна появиться. То есть здесь, ну, по сути, условия внешней среды навязывают такие изменения. Ну и в то же время, в принципе, когда создались сервисы, встает вопрос об повышении их безопасности для того, чтобы эти сервисы развивались дальше. И третье тоже, что хочу отметить, то, что популяризация отечественной криптографии даст достаточно сильный толчок для развития отрасли в части разработки новых решений. То есть сейчас, по сути, все разработчики каких-то конечных сервисов, они берут отечественную, точнее, зарубежную криптографию и используют ее из коробки. Ну, потому что так проще, так всем удобно, везде все так работает. Но при этом, если обеспечить поддержку отечественной криптографии, обеспечить вот некоторые там упрощения вопросов с точки зрения вот там встраивания, найти какой-то компромиссный баланс безопасности и удобства, то можно добиться успехов в плане внедрения новых продуктов, которые сейчас, ну, даже разработчики даже и не думают в эту сторону. То есть внедрение каких-то повседневных приложений, которые были бы безопасными и использовали криптографию. Я вложился ровно 20 минут. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Станислав, 30 секунд есть. Андрей, можете, пожалуйста, коротко сформулировать, какие у вас есть пожелания и ожидания от дистанционной облачной подписи? А то, что с утра мы будем на круглом столе обсуждать. На вас ушлемся. Да, ну, собственно, ожидания дистанционной облачной подписи такие. То есть как-то я на PKI-форуме рассказывал про концепцию, которую мы следуем в плане внедрения электронной подписи. И я отмечал для себя такой фактор, чтобы пользователь мог подписать электронную подписи с любого устройства в любой системе. То есть если обеспечить подписание в любой системе, это достаточно использование гибкого API, чтобы было понятно, какие требования к информационной системе предъявляются. То есть как закрыть канал связи, как подписать, аутентифицировать сообщение на поручение по созданию подписи. Чтобы это было прозрачно и исполнимо. Чтобы внедрение такой подписи не требовало больших затрат, чем использование обычной подписи. Что касается применения для конечного пользователя, то здесь, конечно, хотелось бы, чтобы возможно было использовать какое-то, как готовое приложение, которое можно использовать быстро, так и возможность внедрить механизм в уже законченное приложение, которое является целевым бизнес-приложением. То есть я, как заказчик, хотел бы, чтобы удобно для пользователя и понятно для информационной системы. Это двух тезисов. Детали мы, конечно, можем описать подробнее. Огромное спасибо. У нас время вышло. Спасибо большое за доклад и спасибо за то, что вы делаете для нашей столицы. Спасибо. Спасибо. А может быть, наоборот? Раз. О, доработал. Следующий докладчик у нас генеральный директор компании Aladin RD Сергей Груздев. Сергей Львович, прошу на сцену. Да, коллеги, добрый день. Сегодня хотел затронуть тему, которая имеет непосредственное отношение к PKI, но, к сожалению, последние лет 10, наверное, она на PKI форуме не поднималась. На мой взгляд, она кажется крайне важным, особенно сейчас с началом СВО. И с этими программами импортозамещения, когда, так сказать, нас, можно сказать, силой, другого варианта нет, загоняют в Linux и проблемы, с которыми мы столкнемся. Собственно, ну и хотел начать, наверное, с проблематики. Да, презентация очень большая, сразу хочу извиниться, да, я буду перепрыгивать через какие-то слайды голопом-голопом. Значит, презентацию по запросу буду давать. Не уверен, что ее стоит выкладывать в открытый доступ, чтобы не спровоцировать каких-то других вещей. Давайте, наверное, по запросу, да. Ну и плюс, наверное, исключив блок, меня обычно говорят, что ты о проблемах, а делать-то чего, да. Там у меня есть большой блок про решение продукта, там, в принципе, это, наверное, можно будет на слайде. На всякий случай, если там Дима меня опять остановит. Собственно, последние, там, наверное, 7-8 конференций, которые, собственно, посетил, касается проблематики информационной безопасности, обсуждается, там, опять же, проблема ушедших вендоров, рост атак, утечки персональных данных, баз данных и так далее, и так далее. И все сводится к тому, что мы фиксируем то, что происходит. И вендоры предлагают продукты по мониторингу атак, там, разбор инцидентов и так далее, и так далее. И практически никто, так сказать, не предлагает, а что делать-то, вот, собственно, сами средства решения этой проблемы. Значит, вторая проблема, к сожалению, вот, опять же, у меня ощущение такое, да, боремся с навязанными нам угрозами, плохие парни, внешний периметр, атаки, а если там подумать поглубже, да, и посмотреть вообще там десятилетнюю историю, как мы к этому шли, то, в общем-то, создается там впечатление, ощущение, да, что не весь арсенал средств против нас использован, и, в общем-то, боремся мы с ветряными мельницами, к сожалению. И вырубить нашу инфраструктуру может оказаться очень просто, то есть государство тратит деньги на там офисные пакеты, на поддержку разработки игровых платформ и так далее, вместо того, чтобы, так сказать, всерьез, системно заняться анализом инфраструктуры. Как бы упомянул, да, вот надо, так сказать, как-то проложить такую историческую ретроспективу, наверное, все хорошо помним там известное заявление Барака Обама, да, мы порвем экономику России в клочья, это было в 2012 году, и два знаменитых его документа, PPD-20 и Cloud Act. О чем эти документы? Первое, о закладке кибербомб в критическую инфраструктуру России, о запрете американским вендорам открывать исходные коды, о внедрении в свои продукты и железные, и программные средств сбора, так называемой телеметрии, и передачи ее в НБ, ЦРУ и ФБР. Для чего? Зная в какой среде, в каком окружении, на каком ПО, на каком железе мы работаем, понятно, эту инфраструктуру, так сказать, станет понятно, как легко положить. Ну и вот эти различные программы, так сказать, маскировочные, проведение компьютерных атак под чужим флагом. Хотел обратить внимание, вот с коллегами общался, недавно вышел документ, обновленный, значит, в марте 2023 года, национальная стратегия кибербезопасности Соединенных Штатов. И вот там, по-моему, пункт пятый. Хотел обратить внимание на то, что, собственно, тон, тактика, тон, наверное, изменился. Давайте не будем ждать кибернападения на США, а будем действовать превентивно по критической инфраструктуре нашего противника, желательно, опять же, под чужим флагом или с помощью наших партнеров, наших друзей по коалиции. И целями, первыми тремя целями, четко указано, это предприятия энергетики, органы государственного управления и транспортные инфраструктуры. И, собственно, вот тот вопрос, с чего я начал, насколько наши IT-инфраструктуры уязвимы, и при чем здесь PKI? Собственно, вот задаю вопрос, когда выступаю перед залом, да, а есть ли у нашей инфраструктуры айтишной, вот та самая, так сказать, ахиллесовая пита, да, вот всем известная, или красная кнопка, ее по-разному можно называть, которая, так сказать, способна вырубить всю нашу инфраструктуру. Ну, к сожалению, есть. Опять же, боремся с угрозами, к которым не привыкли, вот ощущение, ничего не происходит. Если посмотреть там на, опять же, период СВО военный, то есть поняли, что тему беспилотников они пролюбили, но, так сказать, очень быстро, так сказать, нарастили, да, и сейчас вроде все хорошо. А на рынке информационной безопасности, к сожалению, этого не происходит. То есть мы как-то движемся по инерции и особо ничего не делаем. А когда поднимаю вот эти вопросы, что, например, а зачем мы яйца сложили в одну корзину, и все российские чипы делаем на фабрике TSMC? Говорят, да ты что, у нас там все схвачено, все хорошо. А потом, когда оно прилетает и случается, звонок со словами «Гад ты груздев, вот накаркал». Поэтому не хотел бы каркать, но вот, собственно, цель как-то вот включить голову, но, к сожалению, тем, кому апеллирую, они, как правило, отсутствуют в зале на моих выступлениях, поэтому приходится тут, извините, немножко сотрясать воздух. Ну и, собственно, что является точкой отказа во всех наших инфраструктурах, это, как ни странно, центр выпуска и обслуживания, корпоративный центр выпуска и обслуживания сертификатов Microsoft CA, который не просто выпускает сертификаты пользователям, как мы все привыкли, пользователи ходят по сертификатам, а, собственно, на этих сертификатах строятся вот эти доверенные, так сказать, цепочки, и аутентификация, ну, в первую очередь, оборудования, роутеров, маршрутизаторов, серверов и так далее. И вот если представить, что вырубится сервис проверки этих сертификатов, то фактически ни одна железяка, так сказать, в сети аутентифицироваться не сможет, и, собственно, инфраструктура будет наша заблокирована, положена и так далее. То же касается и программных сертификатов. Ну, вот, кстати, мы были первой компанией, у кого Microsoft отозвал девелоперский сертификат. Значит, на обращение, ребята, как же так? Ну, собственно, мне прислали вежливое письмо, мистер Груздев, ваша компания идентифицирована как работающая на правительство. И потом в течение месяца, значит, начали как раз долбить, бомбить всех разработчиков средств информационной безопасности. На всех конференциях вот постоянно слышим доверие, там некоторые называют это доверенность. Доверенность, наверное, это все-таки у нотариуса, да, а вот нам надо говорить про доверие. Собственно, вот, опять же, задаю часто вопрос, мы кому доверяем? Вот, опять же, в плане выпуска сертификатов и так далее, да? И кто принимает решение свой-чужой и пускает пользователей, пускает оборудование, так сказать, или разрешает тому или иному софту запускаться в этой инфраструктуре? Microsoft сей, к сожалению. И, опять же, к сожалению, про это там люди не думают. Вторая проблема, опять же, так сказать, мы мигрируем в Linux, мы пытаемся создавать экосистемы, хотя вот я как-то вот, слово экосистема, да, не очень нравится, да, вот если там вспомнить там фильм Аватар и многие другие про экосистемы. Это замкнутое, очень хрупкое пространство, и любое воздействие изменя способно его разрушить. И, правда, жизнь состоит в том, что с Microsoft куча приложений, баз данных каких-то разработанных, да, мы вот так по щелчку пальца не перейдем. И мы, наши дети, внуки, еще, так сказать, будут вынуждены работать вот в этих двух экосистемах, поэтому, наверное, надо говорить о гетерогенности и работы в гетерогенных сложных сетях. И для многих откровение, что, опять же, при миграции в Linux там нет настоящего полноценного PKI. А раз нет полноценного PKI, это не полноценный enterprise, это консюмерские решения. И это прям жутчайшая проблема, над которой, к сожалению, многие не думают. И вот, собственно, можно ли построить безопасную доверенную IT-инфраструктуру там без PKI-организации или на Linux? Ну, вот я хотел, опять же, немножко откатиться назад. Что такое доверие? Доверие в мире людей — это как бы уверенность в порядочности другого, которому я доверил какую-то свою сокровенную информацию и его ответственность в том, что вот этой чувствительной информацией он не воспользуется мне во вред. В принципе, вот эта формулировка, она очень четко переносится на, так сказать, технику, на информационную безопасность. Но помните, да, вот надежность системы определяет слабым ее звеном. Соответственно, система является доверенной, когда каждый ее элемент является доверенным. И мы можем это, так сказать, надежно или гарантированно проверить. Иногда привожу цитату Владимира Владимировича, ее тоже, наверное, помните, да, в деле, которым я занимаюсь, важно не доверие, а гарантии. Вот она тоже 100% ложится на то, чем мы занимаемся. Вопрос, верю-не верю, ну, это лотерея. Нам нужны гарантии. Что дает гарантии? Гарантию дает криптография, гарантированная стойкость, надежность хранения закрытого ключа и инфраструктуру PKI. Поэтому доверенную инфраструктуру можно построить с использованием, и нужно строить, да, с использованием PKI. Ключевые точки отказа, вот я уже упоминал, да, для многих откровения, да, вот всем, наверное, смотрели фильм «Стиляги», да, и помните эту фразу, эту сцену, когда, так сказать, там, товарищ приехал из Америки и говорит, откройте страшную тайну, в Америке нет стиляг. Вот примерно то же самое, в PKI, в Linux нет полноценного PKI. Значит, мы делали, достаточно большую проделали работу, исследовали, а что есть в опенсорсе, по заданию там очень крупной компании. Поляна зачищена. В опенсорсе есть там примерно 14-15 проектов, которые собираются, но абсолютно не масштабируются, абсолютно не интерпрайз уровни, и процентов 40 лежит в бинарниках. Есть пара проектов действительно интерпрайзных. Пытался еще до начала СОО как-то договориться это дело купить, позвонил на пятой минуте разговора. Слушай, какой-то у тебя странный акцент, а ты не русский? Русский. Ну, на той стороне поржали, говорят, ты еще исходники у нас попросишь для сертификации? Я говорю, да, парень, забудь. Значит, это стратегический товар, и продать в Россию корпоративный PKI это хуже, чем поставить ядерные технологии в Ирак. Поэтому забудь. Так что поляна в этом смысле зачищена, к сожалению. Значит, по точкам отказа и по ключевым компонентам. Значит, еще раз, самым таким критичным с точки зрения отказа или вот того самого рубильника является Центр выпуска обслуживания сертификатов Microsoft CE. Почему? Потому что он является как раз основой того самого доверенного взаимодействия всех объектов и компонентов инфраструктуры сети. И, правда, жизнь не такова, что все наши инфраструктуры, как правило, построены на Microsoft, на Microsoft CE, и мы зависим от ее работоспособности. Ну и то, что Microsoft ушла из России, это больше не продается, не поддерживается, не обновляется. С 30 сентября Microsoft перестает продлевать подписки к корпоративным пользователям. В общем, это является такой, так сказать, минной очень серьезной замедленного действия. Надеюсь, что замедленного. Часто, когда рассказываю про эту тематику, люди путают и говорят, ну как же, вот есть удостоверяющие центры под Linux. Да, есть, только вот здесь не надо путать историю 63-го ФСЗ и УЦ для выпуска квалифицированных сертификатов. И корпоративный, то есть разные требования, то есть у одного он должен быть изолирован, по требованиям и так далее, и так далее, это пронизывать всю инфраструктуру, уметь дотягиваться до любого оборудования, то есть быть постоянно подключен, быть в онлайне и так далее, и так далее. Поэтому просьба вот эти дела не путать. И второй вопрос, говорят, ну что ты нас пугаешь, у нас в закрытом контуре стоит, или сетка изолирована, Microsoft стоит в закрытом контуре, корневой в сейфе, да, все хорошо, только давайте помнить про закладки и специальную закладочную программу, о которой я в самом начале упомянул, или, например, не дай бог, тут постучу, например, там заложенная закладка с 1 октября, так сказать, вырубится, а мы время переведем, где в удостоверяющем центре вы время переведете назад, ну, ребят, не смешите. Вторая проблема, вот про которую тоже говорил, как бы переход на отечественный ОС, там, в Linux и так далее. Значит, ну, одномоментом перейти, наверное, никому не получится, и мы вынуждены жить в двух мирах, и здесь еще проблема, опять же, со службами каталога, там, пользователи в воды, а здесь у нас там FreeIP, Sambo DC, LDPro и так далее. Поэтому требования к корпоративному такому вот центру выпуска обслуживания сертификата, они в разы возрастают, потому что нужно решить вот эту задачу комбинаторики из NPK, да, то есть уметь работать и в Windows, и в Linux, с разными службами каталогов, с разными домен-контроллерами и так далее. Поэтому просто заткнуть дыру и повторить подвиг Microsoft, наверное, здесь не получится, то есть задача просто на порядке получается сложнее. Еще одна тема, ну, не буду, Римма, наверное, там будет про нее рассказывать там дальше, так сказать, это вот, так сказать, поляна, про которую мы постоянно забываем, это M2M, IoT, точнее, I-IoT, да, то есть не чайники там, и соковарки, или там кофеварки, да, кухонные, промышленный интернет вещей. И для обеспечения, опять же, доверия, доверенного взаимодействия, конечно, нам нужна точка доверия, а точка доверия – это секьюр-элемент, не TPM, то есть если посмотреть TPM, Trusted Platform Module, на который многие уповают, то в спецификации TPM, к сожалению, две трети этой спецификации про то, как правильно встраивать американскую правильную криптографию, ну, естественно, с закладками, которые можно там удаленно, дистанционно там вырубить и все обрушить. Поэтому, ну, вот я склоняюсь к терминам все-таки секьюр-элемент, да, и в каждой вот такой железке, доверенной, да, там на критических объектах должен стоять такой вот все-таки модуль безопасности или секьюр-элемент. Опять же, и доверие строить на сертификатах. Теперь вопрос, что делать, да, и делать, наверное, нужно срочно. Ну, первое, это, наверное, молиться, чтобы не отключили, потому что мы вот к этому, наверное, совершенно не готовы. Дальше. Мы выпустили такой продукт, который сейчас готовен к сертификации, называется Aladin Enterprise CA. Нужно поставить его параллельно и от корневого выпустить, пока тот работает, да, и от корневого выпустить подчиненный сертификат, чтобы одномоментно все, так сказать, не пришлось все сервисы останавливать и перевыпускать. Значит, и настроить его на автоматические перевыпуск сертификатов, которые заканчивают срок жизни, и если бог даст, то произойдет такое эволюционное постепенное замещение. Думаем сейчас над тем, то есть просто вот, опять же, люди меня слышат, да, вот когда выступаю в разных аудиториях, через некоторое время прибегают, денег нет, но риски огромные, поэтому вот там, наверное, это не обещание, да, вот мы думаем пока на эту тему, что с октября, наверное, какую-то программу запустим, то есть вот я понимаю нашу, в том числе, социальную ответственность, да, перед рынком, берите, ставьте, выпускайте, ну, что называется, заплатите сколько есть, а потом рассчитайте, когда, так сказать, мы там получим сертификат, как-то так. Как и чем заменить Microsoft CA, вот, собственно, я уже тут упомянул про нашу работу, делаем его достаточно давно, Aladdin Enterprise CA, делали его под Linux, изменил в себе, обычно я исповедую подход secure by design, сначала безопасность, потом функциональность, в этот раз, учитывая риски возможного отключения, мы, конечно, гнали функциональность. Значит, когда выпустили продукт, внедрили в очень крупной организации с сотнями тысяч серверами, объектами, поняли, что на сертификацию нужно будет там 3-5 лет, поэтому приняли решение делать вторую версию, значит, вот в октябре ее релизим и получили решение на сертификацию, ведем в Avstack, потому что это сертификаты доступа, аутентификации. Значит, сначала сделаем на UD4, потом на UD2, то есть на софсекретном. Что обеспечивает? Ну, самое главное, это работа с домен-контроллерами и Windows, и Linux, функционирование там серверов, веб-сервисов, там электронной почты, там роутеров, там и так далее, и так далее. Значит, и самое важное, масштабирование и отказоустойчивость. То есть я упомянул про нашего заказчика, вот мы где-то там раза в два, в три перевыполнили его планы по масштабированию до 2030, по-моему, года. Значит, ключевой вопрос, то, что он позволяет параллельно работать, его можно поставить байпасом с Microsoft настроить выпуск сертификатов, использовать готовые шаблоны и одновременно работать с службами каталогов, домен-контроллерами и Windows, и Linux. И вот выделил тот желтым, да, с Redos'ом мы отработали сценарий бесшовной миграции, когда пользователи постепенно переезжают из Windows в Linux. Вот это сейчас как раз все спрашивают, это очень всем важно. Это получилось, пишем инструкции, отрабатываем модели, отрабатываем сценарии различные, вроде получается. Поэтому вот коллегам из Redos'а в этом смысле большое спасибо и другим коллегам, прежде всего, большая тройка наших линоксоидов, тоже они понимают эту проблему, мы с ними тоже очень плотно работаем. Вторая проблема, о которой тоже я говорил, под названием... Сергей, прошу прощения, у нас... Все, я буквально заканчиваю. Спасибо, Саша. Значит, вторая проблема, я говорил, в Linux'е нет PKI, а я имел в виду клиентские, в том числе рабочие места. PKI есть, но это конструктор сделает сам, приходится все делать руками и, собственно, многие пользователи говорят, ребят, сделайте нам как Windows. Вот, собственно, мы сделали Aladdin Secure Lagoon, подключите токен, введите пин-код и все, значит, и по сертификатам, и у кого не развернуты, не развернут PKI по таким сложно сгенерированным одноразовым паролям, можно подключаться и, так сказать, заходить в ресурсы и Linux, и Windows. Это вот оказалось очень большой, очень такой значимой, серьезной работой, задачей. То, что нужна двуфакторная аутентификация, еще раз, выпустили ГОСТы по идентификации аутентификации, там, по-моему, 12 или 16, уже забыл. Значит, и по аналогии с подписью, аутентификация, делится на простую, усиленную, сложную. Простую, усиленную, строгую. То есть для государственных организаций, для КИИ нужна строгая. Строгая подразумевает двуфакторное с использованием криптографии, то есть PKI. Поэтому от этого, так сказать, никуда не уйдешь. И хотел еще обратить внимание, там, ну, мне сказали, я, к сожалению, не был на выступлении Санна Павловича Баранова. Это еще одна проблема, что по 63-му ФЗ у нас электронная подпись, это, в принципе, не электронная подпись, а электронная печать, да, то есть она не привязана к человеку, нет волеизъявления, и там носитель с ключами, с подписью, люди передают друг другу, и это проблема. Решить ее можно с помощью биометрии, с помощью пальца, подтвердив, что в момент проведения транзакции это ты, то есть вот оно, то самое волеизъявление. И в заключение хотел сказать, что, ну, в общем-то, нам дали уникальную возможность делать не как всегда, а попытаться сделать все правильно. И сейчас, наверное, самое время задуматься, озаботиться перепроектированием наших сетей, наших инфраструктур. К сожалению, я это в глаза обычно говорю министерствам, да, вот нам присылают эксилевские файлы, там, 150 на 150, ай, кошмар, караул, ушел такой-то вендор, побежали срочно дырки затыкать. Не решит эта проблема. Еще раз, только системный подход. И у нас есть действительно исторический шанс на это. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей, за интересный доклад. К сожалению, не осталось у нас времени на дискуссию и вопросы, но я думаю, в кулуарах кому-то будет интересно. Я нас сожрал все время, да, я здесь, да, подходите на стенд, там были мои контакты, берите, пишите. Спасибо, да. Спасибо, спасибо. И прошу на сцену следующего докладчика, Римма Банмаева, ведущий менеджер продуктов Infotex. У нас секция профессионально продуктов и технологий. Infotex один из ведущих разработчиков из КЗИ в стране и, наверное, по оборотам, самый крупный сейчас, да, вот если компания говорит, вот от самого крупного разработчика из КЗИ доклад про технологии PKI. Теперь Infotex будет звучать именно так, небольшой анонс премьера нашего аудиолога. Все проснулись, и давайте приступим непосредственно к моему докладу. Я Бадмаева Римма, менеджер PKI продуктов компании Infotex. Я расскажу вам о тех векторах развития линейки моих продуктов, которые я курирую. Несколько слов о тех факторах, которые, собственно, оказывают влияние на дорожные карты продуктов, которые находятся под моим управлением. В первую очередь, естественно, СКЗИ и средства электронной подписи должны соответствовать требованиям и рекомендациям регулятора. Естественно, вся разработка ведется в строгом соответствии с этими требованиями. Про импортозамещение уже было сказано очень много. Действительно, этот тренд достаточно важен для нас, и мы очень много усилий прикладываем для воспечения возможности использования российской продукции. Будут ли это операционные системы, гипервизоры или же это, может быть, российские СОБД. По поводу обязательств перед клиентами. О компании Infotex достаточно обширная клиентская база. Естественно, пользователи наших продуктов регулярно сообщают о том, что они еще хотят видеть наших продуктов. Естественно, мы прислуживаемся к этому и ведем разработку наших продуктов с учетом поступающей информации от них. Но помимо текущих пользователей есть также и области, которые до сих пор не охвачены продуктами направления PKI. Мы активно также ведем общение с такими заказчиками, согласовываем родмапы для того, чтобы их ожидание от продуктов, которые поставляет наша компания, совпадалось с теми возможностями, которые мы, собственно, готовы им предоставить. Мы работаем с каждым заказчиком индивидуально, прорабатываем соответствующие дорожные карты, чтобы к нужному времени обеспечить необходимый функционал в наших продуктах. Ну и, конечно же, конкуренция на рынке. Естественно, мы следим за тем, чем занимаются наши коллеги, следим постоянно и очень внимательно, так что не думайте, что мы не держим руку на пульсу и в этом направлении. Ну а теперь, собственно, непосредственно о тех векторах, которые оказывают влияние на наши продукты. Первый вектор, о котором я хотела бы рассказать, это создание программно-аппаратных комплексов с возможностью повышения класса защиты. Скажу, что у нас были обращения от наших пользователей удостоверяющего центра, которые поделились той болью, которую они испытывают при эксплуатации систем, операционных систем и Linux класса КЦ3. Необходимо обеспечить соответствующие требования по безопасности, обеспечить замкнутую программную среду использования различных АПМДЗ. Здесь есть определенные сложности, проблемы. И нам несколько лет назад поступило обращение о возможности создания программно-аппаратного комплекса удостоверяющего центра, для того, чтобы наши пользователи могли избавиться от необходимости выполнения таких дополнительных эксплуатационных работ для поддержания наших продуктов. Естественно, это все укладывалось в тренд импортозамещения программно-аппаратного комплекса, там наша операционная система. И с учетом того, что сейчас согласно требованиям нашего регулятора ключ ОПУЦ в любом случае должен храниться на токене в неизвлекаемом виде, либо в HSM, мы для себя приняли решение, что уже следующим поколением ВИПНЕТ-УЦ будет программно-аппаратный комплекс, тем более, что в линейке продуктов ВИПНЕТ-ПТИ есть ВИПНЕТ-HSM. Это не только универсальный криптографический модуль, это наша собственная криптографическая платформа для разработки новых прикладных сервисов. Несколько лет назад я на площадке ПКИ-форуме рассказывала о нашем сервере электронной подписи ВИПНЕТ-ПКИ-сервис. У нас достаточно большой опыт в этой части, и мы посчитали возможным разработать пятое поколение ОЦ в виде программно-аппаратного комплекса, в том числе с возможностью сертификации по высокому классу ОЦ класса КБ. Ну, естественно, мы не забудем класс КЦ3, который традиционно наиболее востребован для удостоверяющих центров. Другой продукт, который мы также планируем разрабатывать на базе нашей фотографической платформы HSM, это ТЛС класса КБ. Кто знает про 524 приказ ФСБ, который вступает в силу в октябре для ряда информационных систем, очень важно использовать СКЗИ класса КБ. И вот именно ТЛС класса КБ можно будет использовать в таких системах. Это также будет дополнительный продукт в линейке ВИПНЕТ-ПКИ. Ну и последний продукт, о котором я хотела бы вам рассказать в этом направлении, это ВИПНЕТ-ТСПЛЦИСП. Да, ТСПЛЦИСП сегодня уже не раз упоминался. Для того, чтобы использовать эти сервисы, необходимо их подключение к интернету. Для этого необходимо решить ряд вопросов, связанных с безопасностью. В нашем понимании использование и сертификация этих средств по высокому классу КБ позволит облегчить эксплуатацию данных систем и в то же время обеспечить их доступность. Перейдем ко второму тренду, ко второму вектору. Я назвала его нетрадиционные сценарии, но нетрадиционность в том, что они на площадке PKI-форума практически не упоминаются. При этом в ключевой дискуссии, которая была вчера, очень много слов было сказано, что мы разрабатываем средства PKI, но при этом очень важно нам иметь заказчиков, которые готовы предъявлять требования. И помимо того, что мы как компания вендор производим средства удостоверяющего центра, средства электронной подписи, которые мы можем применять в различных сценариях, мы в том числе и разрабатываем уже готовые решения под конкретные прикладные задачи наших заказчиков. И о двух таких прикладных системах я хотела бы вам рассказать. В первую очередь я расскажу о WebNet EDI. Аббревиатура SMEF наверняка знакома многим из вас, но при этом это достаточно большая система, система межведомственного электронного взаимодействия, где продукты PKI обширно применяются. Все, что связано с госуслугами, это органы исполнительной власти, они, естественно, используют квалифицированную электронную подпись, и наша компания разрабатывает решения для того, чтобы можно было предоставить такой комплекс, чтобы заказчики не занимались внедрением, не знакомились с правилами пользования, мы их не бросаем, в этом случае мы предлагаем уже готовое решение для того, чтобы подключить имеющиеся информационные системы заказчиков к SMEF, или же помочь им с использованием наших готового решения, сертифицированного, подключиться к SMEF и, наконец, заказывать госуслуги, как того требует время и законодательство. То есть, таким образом, безоподная работа со SMEF это наша забота. Еще один нетипичный для PKI-форума сценарий, о котором я хочу рассказать, это ИСОЭ, вот то, что как раз упоминал Сергей Львович в своем докладе, да, интеллектуальная система учета электроэнергии, это новая аббревиатура, на PKI-форуме она не звучала. Естественно, мы понимаем, что все это направление это царство симметричной криптографии и там нет места PKI, но между тем, есть ряд задач, связанных с генерацией ключей и их распределением. Именно здесь мы смогли найти точку, скажем так, применения PKI и инфраструктуры открытых ключей. Речь, естественно, не идет о требованиях 63-го федерального закона, но это возможность использования PKI асимметричной криптографии в интересах симметричной криптографии в рамках проекта ИСОЭ. Этому, скажем так, применению будет посвящен доклад моей коллеги Ольги Шемякиной, она как раз будет выступать после меня. Это такой небольшой анонс, как еще помимо известных нам сценариев применения PKI, связанных с удостоверяющими центрами, с электронным документом, оборотом, архивным хранением, также можно применять PKI. И это нетрадиционно для PKI форума сценарий, который также, я считаю, имеет право быть на существовании, и вам стоит об этом знать. Возможно, для ваших заказчиков это также будет интересно. Третий вектор допустимая виртуализация и облегчение защиты. Да, этот вектор противоречит тому первому, который я рассказывала, о создании программно-аппаратных комплексов. Но в ряде случаев обеспечение таких повышенных мер безопасности весьма оправданно и необходимо. Но между тем, есть сценарии, в которых высокие классы и использование программно-аппаратных комплексов чрезмерно. И здесь мы рассматриваем возможность обеспечения, скажем так, допустимой облегчения защиты. При этом, естественно, у нас есть и такие запросы от наших заказчиков. И мы рассматриваем возможность создания дополнительных исполнений текущих продуктов WebNet PKI в виде исполнения для VA. Если говорить, например, о имеющихся у нас уже продуктах, то у нас есть шлюз безопасности WebNet TWS Gateway. Помимо того, что мы его разрабатывали в исполнении ПАК, у нас есть также и пятое исполнение, которое мы сразу же разрабатывали для использования в виртуальных средах и сразу же отдали его на сертификацию по классу КЦ1. Также мы дополнительно рассматриваем и возможности расширения такими же продуктами, добавления таких исполнений для других продуктов моего направления WebNet PKI. Мы смотрим в сторону УЦВА и североподписи класса КЦ3. Есть действительно запросы и интересы в эту сторону от наших заказчиков. Ну и напоследок третий вектор это интеграция, совместимость и партнерство. Нельзя разрабатывать средства электронной подписи независимо сами по себе. Стоит отметить, что мы очень давно и, скажем так, традиционные области совместимости, это, конечно же, с нашими технологическими партнерами, коллегами из компании Актив, Аладдин. Мы регулярно подписываем сертификаты совместимости, но мы сейчас также и смотрим немного шире. Уже есть у нас сертификаты совместимости с производителями операционных систем. И мы также находим новые точки соприкосновения по другим продуктам, которые традиционно никак не коррелировали с продуктами наших партнеров. Например, в ближайшее время мы завершим цикл сертификаций. Я надеюсь, мы подпишем сертификат совместимости с продуктом компании Аладдин, Джаз. Мы тестируем взаимодействие с нашим сервером электронной подписи, вернее, PKI-сервис, и уже находимся в финальной точке. Ну и, конечно же, мы не забываем наших коллег по рынку, мы регулярно тестируемся на встречу в части PKI, здесь у нас нет каких-то проблем. Мы, соответственно, ведем разработку в соответствии с требованиями и рекомендации ТК-26, и, соответственно, мы не забываем периодически проверять наши продукты на совместимость. На этом у меня все, я достаточно быстро уложилась, и, думаю, я вернула нас всех в нужный регламент. Рим, спасибо огромное. Коллеги, вопросы? Огромное спасибо, Рима. Тогда я приглашаю Ольгу Шемякину. и научного работника, и менеджера, и просто прекрасную девушку. Рима уже ее доклад немножко проанонсировала, поэтому я не буду больше говорить, и уступаю место прекрасным девушкам. Спасибо большое за такое представление. Действительно, мой доклад будет посвящен взгляду и опыту компании Infotex на место инфраструктуры открытых ключей именно в промышленных системах. Как-то получается, что сегодня уже об этом несколько раз упоминали. На примере такой большой сложной системы, как интеллектуальная система учета электроэнергии. Что же это такое? Вообще это понятие и требования, и функции, они расписаны в 890-м постановлении правительства. расскажу немножко про структуру и какие-то особенности протокола, которые там используются. На этом слайде представлена структура индивидуальной системы учета электроэнергии. Что там есть? На верхнем уровне здесь написано ИВК представлен. Это информационно-вычислительный комплекс. Он отвечает за сбор, анализ данных со всей системы и последующее предоставление пользователям, то есть выгрузку в какие-то другие смежно-информационные системы. На нижнем уровне находятся непосредственно приборы учета. И дальше есть промежуточный средний уровень. Здесь обозначены либо шлюзы, либо устройства сбора и передачи данных. В терминах постановления это уровень ИВК, то есть информационно-вычислительный комплекс электроустановки. он отвечает за промежуточный сбор то есть подчиненных приборов учета и либо какую-то первичную обработку данных, либо сразу ее перенаправление в единый центр ИВК. Что еще на этом слайде показано? Во-первых, структура может быть двухзвенной, когда у нас среднего уровня нет, либо трехзвенная. Во-вторых, на слайде представлены различные протоколы, которые там могут использоваться. Это очень важно. То есть если мы посмотрим возможные протоколы от приборов учета, то есть мы видим, что они по большей части это не то, к чему мы привыкли в традиционных информационных системах. Здесь нет Ethernet, здесь нет CPIP, это могут быть просто линии электропередач, то есть по линии питания также передаются данные. Какие-то последовательные интерфейсы. Это очень популярны на самом деле беспроводные протоколы. То есть они могут быть как беспроводными до устройств в среднем уровне, так и сразу же беспроводными до ИВК. То есть это либо сотовая связь, либо различные P1-протоколы, такие как LoRaWAN, NBFI и другие. И это, конечно же, накладывает определенные ограничения на те средства защиты, которые мы там можем использовать. Какая вообще проблема комплекс проблем с обеспечением безопасности для ИСУЭ. То есть это действительно большая распределенная система. Здесь почти все элементы, кроме центрального ВВК, они расположены вне контролируемой зоны, то есть повышенные требования, повышенные угрозы и повышенные требования к защищенности. Это действительно промышленный интернет вещей. В нем есть ряд особенностей. Естественно, мы здесь не можем использовать наложенные средства защиты, они должны быть встроенными, ну просто иначе это слишком дорого. Здесь, как мы уже видели, огромное количество протоколов и интерфейсов физических. И также большое количество разработчиков и производителей компонентов. Так, а зачем же вообще мы говорим про защиту именно криптографическую? На самом деле, с точки зрения требований регулятора, его не интересует то, как пользователи будут собирать на самом деле показания, насколько это защищено и безопасно. Дело в том, что в интеллектуальной системе учета электроэнергии предусмотрена функция полного или частичного ограничения режима энергопотребления, то есть по сути отключения пользователя от подачи электроэнергии. И именно наличие этой функции является тем фактором, который делает обязательной надежной криптографическую защиту данных передаваемых в этой системе. Итак, что мы можем использовать? Меня, естественно, сейчас будет интересовать только криптографическая защита, в силу особенностей нашей конференции. Министерство цифрового развития выпустило приказ номер 788, в котором приведен перечень протоколов, в том числе криптографических протоколов, которые могут быть использованы для защиты СУИ. Там есть три протокола. Среди них протокол CRISP, протокол защищенного обмена для индустриальных систем. Я не буду сейчас подробно на нем останавливаться. Когда-то давно, несколько лет назад, именно 5 лет назад я про него рассказывала. Именно на этой площадке рассказывала и на других. Что хочется подчеркнуть. То есть этот протокол сам по себе не использует механизмов инфраструктуры открытых ключей и асимметричные алгоритмы. Но он как раз отвечает задачам индустриального сектора. То есть это протокол защиты данных. То есть он не зависит от транспортного уровня. Соответственно мы не зависим от протоколов передачи данных и каких-то протоколов прикладных, которые используются. Может быть с любым использоваться. Это не интерактивный протокол. многие промышленные как раз системы характеризуются тем, что каналы ненадежны и не обязательно двусторонние. И кроме того он имеет небольшое количество добавляемых данных при защите. То есть в общем он идеально подходит для индустриальных систем. И вот здесь слайд, который вы уже видели в предыдущей презентации. Здесь комплекс продуктов, которые как раз покрывают потребности защиты на каждом уровне. И подчеркну, что все прикладное взаимодействие и управляющие. Там есть компонент, который на уровне энергоспытовой компании находится. Випнет CSMC это управление ключами. И здесь управление тоже по протоколу CRISP. Да, часть продуктов Випнет CS они поддерживают BKI, но здесь это просто не используется. То есть такой несколько провокационный слайд. А где же собственно BKI в промышленных системах? Да, ну прежде чем перейду к этому, хочу подчеркнуть, что такое решение, то есть оно уже соответствует требованиям к первому этапу внедрения этой интеллектуальной системы, включая соответствие базовые модели угрозы нарушителей. Это использует стандартизованный протокол, который кроме того рекомендован Минцифры для данного использования. И это комплексное решение, которое защищает все уровни. Но перейдем к самому интересному. Повторю этот слайд, но на нем добавилась голубая черта. Вот все, что справа от этой черты действительно могло бы защищаться традиционными методами с помощью управляющего изделия випнот СМС и в нем действительно как бы PKI по идее не требуется. Но у нас появились специальные средства защиты приборов учета. Это крипто чипы. У них есть ряд особенностей, которые как раз и влекут необходимость использования PKI. Итак, вот крипто чип здесь представлен на фотографии, то есть это действительно очень маленькое изделие. Приведена на слайде о нем информация. То есть я здесь не буду на этом подробно останавливаться. Самое главное здесь отметить то, что выделено голубым цветом. этот чип обеспечивает комплекс инженерных мер защиты от инженерного проникновения в объеме, который регламентирован требованием регулятора к средствам некорректируемой регистрации. простыми словами аппаратно в чипе гарантируется, что нарушитель, даже имея к нему прямой физический доступ, не сможет достать ключевую информацию. У этого положения есть много прекрасных следствий. Одно из них это то, что мы можем гарантировать, ну, обеспечить долгий срок действия ключей и возможность вообще не менять их и, соответственно, делать изделие необслуживаемым. Это тоже очень важно для индустриального сегмента. Ну, и кроме того, это СКЗ является классом КС-3 и по требованиям регулятора как раз к средствам СКЗ-НР должны быть реализованы более строгие требования к загрузке ключевой информации в такие изделия. На следующем слайде здесь приведены просто ключи, которые поддерживаются в изделии. Здесь что я хотела подчеркнуть. То есть поскольку мы говорим, что ключи у нас несменные, то есть у них длительный срок действия, то есть получается мы заранее загружаем некий набор ключей, он не может быть очень большим в силу ограниченности ресурсов, и мы заранее не знаем на самом деле с кем будет взаимодействовать изделие. Это во-первых. и во-вторых, чтобы загрузить, как я уже сказала, повышенные требования к этому. Как же решается эта проблема? Должно быть создано специальное СКЗИ, оно есть, оно у нас называется CS Nano Loader, который как раз отвечает требованиям регулятора и позволяет загружать ключевую информацию в крипто-чипы CS Nano, которые после этого будут встраиваться в защищаемую устройство, ну в данном случае приборы учета. И вот здесь как раз появляется PKI. Чтобы загрузить ключи, ну должен быть естественно центр генерации, который за это отвечает. И вот связь между как раз центром генерации, который построен на VIPNet и ЧСМ, о котором моя коллега Рима уже рассказывала, то есть это изделие высокого класса защиты. Красси строится, ну во-первых, защищенное от ЛС, соединение, но это не единственная степень защиты, есть еще защита непосредственно ключевых контейнеров, и все это реализуется с использованием PKI. Почему? Потому что производителей устройств может быть очень много, я об этом говорила в самом начале, большое количество производителей оборудования. Как раз вот здесь PKI вроде бы очень хорошо ложится, а центры при этом у нас может быть ключевой центр единым для большого количества производителей. таким образом наш предыдущий слайд преобразуется вот в такой, то есть здесь добавляется ключевой центр CSHSM и он связан с MC. Почему? Как я уже говорила, то есть мы получается на этапе производства уже загружаем ключевую информацию, крипточип, но мы не знаем на этом этапе с кем конечное устройство будет взаимодействовать. Именно уже после установки устройства в систему, когда мы знаем топологию сети, как раз випнет CSMC, ключевой центр уже CS, он будет знать, кому нужно раздать ключи для связи вот с таким устройством. Именно он запросит по как бы идентификатору защищаемого устройства запросит эти ключи в едином ключевом центре. И здесь у нас снова появляются вот эти голубые линии взаимодействия по TLS и защита ключевых контейнеров именно с использованием PKI. Но здесь как бы вполне подходит традиционный PKI, здесь нам никакого облегчения не требуется, потому что это уже обычный интернет. Итак, получается, какие у нас преимущества использования именно в таком сценарии и в таком объеме PKI. Это во-первых PKI, а во-вторых ключевого центра. Кстати, хочу подчеркнуть, почему ключевой центр у нас именно высокого класса. Я это подчеркнула и это опять-таки согласуется с предыдущим докладом. То есть именно потому, что он у нас единый. Если вернуться еще разочек на предыдущий слайд, то есть мы видим, что на самом деле энергос бытовых компаний может быть много, а ключевой центр единый. соответственно он хранит много ключей и он их хранит долго. Опять-таки мы говорили, что срок действия ключей здесь может быть очень большим по сравнению с традиционными системами. Итак, в самокупности что это дает? Это дает поддержку большого количества энергос бытовых компаний, поддержку большого количества производителей устройств. Мы об этом уже подробно говорили, что очень важно для производителей устройств. То есть они производят устройства и они могут не знать куда, в какую энергос бытовую компанию, в какую систему поступит конкретное устройство. Это не проблема для них. Это все решается, потому что тот энергос бытовая компания сможет пойти в единый ключевой центр и запросить ключи. И поскольку ключи имеют длительный срок действия, то нет необходимости обслуживания СКЗИ в течение межповерочного интервала для приборов учета, который как раз составляет 16 лет. Ну и в завершение хотела привести такой слайд. Что он здесь показывает? Во-первых, то, что в компании Infotex есть решение для защиты всех уровней индустриальной системы и управления ключами. То есть вот у нас есть более традиционные квадратики. Это те, что справа. То есть для среднего и верхнего уровня. Это уже существующие продукты. И вот новый продукт випноте скоро нано. Есть средства, которые управляют ключами. Опять-таки более традиционно симметричные випноте и смси, которые позволяют инициализировать средства криптографической защиты. И вот появился единый ключевой центр высокого класса защиты. и специализированное средство тоже из КЗИ для загрузки ключей крипто чипы. Что здесь хочется сказать? Ну, как бы по всему, да, моему докладу вроде я старалась подчеркнуть, что это открытая система в том плане, что поддерживается большое количество у нас бытовых компаний, большое количество производителей ПУ. Но вот этот слайд, он показывает также, что это тот комплекс продуктов, которые у нас есть. Это не замкнутая система, это открытая платформа. То есть мы готовы сотрудничать с производителями других из КЗИ, как на среднем и верхнем уровне, поэтому у центра управления открытый программный интерфейс, то есть если какой-то другой производитель его реализует, он может получать ключи. И также у продукта есть нанолоудер, который загружает ключи крипто чипы, также открытый интерфейс. Соответственно мы поддерживаем работу с другими производителями крипто чипов. Соответственно тоже позволяем им получать ключи. Таким образом вот это открытая система, открытая платформа. Спасибо за внимание, это все, что я хотела сказать. Спасибо огромное. Коллеги, вопросы? Да, слышно? Знаете, я сейчас не буду это озвучивать, я не уверена, что это открытая информация у нас, то есть она как-то… Ну их совсем немного, эти производители, по сути дела один. Спасибо. Не будем называть слух. Но раз уже затронули эту тему, отчет по вот этим инженерным мерам, он есть, он уже у регулятора, он уже одобрен регулятором, то есть он экспертизу прошел, да, это действительно защищенный чип, я вот так скажу, вместо производителя. Спасибо огромное. Ну и последний докладчик у нас сегодня Владимир Иванов, директор по развитию компании Актив, приглашаю на сцену. Добрый день, уважаемые коллеги, рад вас всех видеть. Хочу с вами поделиться своими наблюдениями, мыслями насчет того, что у нас происходило с хранением и использованием ключей подписи и криптографических других ключей на протяжении последних там условных 20 лет. Некая такая эволюция, революция происходила. Давайте вспомним собственно подпись у нас какие решают задачи, да. Во-первых, целостность, неизменность документов, ну тут понятно, это криптографический алгоритм, это доверие к криптографическим алгоритмам, то есть там доказуемая стойкость и все вот это такое, и процедура оценки соответствия. Вот, а два других собственно значения, это установление авторства и свойство неотрекаемости, то есть невозможность отказа от подписи, в первую очередь связаны с использованием, хранением и применением ключей подписи. То есть по-хорошему для того, чтобы нам удостовериться в авторстве и была невозможность отказа от подписи, нам нужно обеспечить две такие вещи, как, во-первых, это существование ключа в единственном экземпляре, а во-вторых, это единоличное владение и доступ собственно к самому ключу подписи. начать я хочу с истории, когда СКЗИ были большими, но мы их не рассматриваем, потому что в те времена СКЗИ являлись некой вещью в себе, то есть они несли конкретную функцию, существовали сами по себе, эксплуатировались в заведомо безопасных условиях, то есть помещения, допуски в помещения, вот это вот все, ну, тогда еще не было так называемой гражданской криптографии. И что, наверное, самое важное в этой истории, что эксплуатировались одни с заведомо квалифицированным персоналом, то есть стоящие офицеры, которые использовали средства засекречивания, проходили необходимую подготовку в течение длительного времени, хотя практика показывает, что и среди них бывали выдающиеся экземпляры, например, я когда-то проводил собеседование офицера запаса, который работать хотел в нашей компании, спросил у него о его самом таком достижении на службе, которым он очень гордится, и он мне поведал страшную историю, я вам ее по секрету перескажу. У них была аппаратура засекречивания, там ключи грузились с дискет, и как-то он приходит на службу, и ключ с дискета у него не загрузился. Что делает этот находчивый парень? Он берет свой ноутбук, который принес из дома, вставляет дискету в свой этот ноутбук, и ее там чинит. И у него все хорошо, все получилось, и он считает при этом, что он молодец. Он выполнил боевую задачу любыми доступными средствами. При этом он проходил обучение, заинструктирован по самое не это самое, но тем не менее вот такие вещи тоже происходили. Когда наступила эпоха гражданской криптографии, оказалось, что СКЗИ-то у нас, они не только там всякого специального назначения бывают, а эксплуатируются вообще непонятно кем, непонятно где, непонятно на чем. И, как правило, если в массе брать те люди, которые сейчас, например, эксплуатируют СКЗИ, они понятия не имеют о том, как вообще с этой штукой обращаться. Это я вижу по нашей техподдержке, например. Соответственно, есть или должны быть там специально обученные люди, которые отвечают за информационную безопасность, за эксплуатацию СКЗИ и так далее, но они, кроме того, что тип специалистов, отличаются еще и большой изобретательностью. в том смысле, что они делают все для того, чтобы выполнить что? Не, не нормативную документацию вы не угадали. Указание руководства. То есть указание руководства для них является высшей ценностью, ну, потому что они им платят зарплату, да, поэтому, ну, подумаешь, есть какие-то там правила пользования СКЗИ, там еще какие-то глупые бумажки, ну, и вот они там изобретают всякое, начиная от того, что они некоторые делают, что они собирают со всех пользователей их ключи подписи, загружают их на какой-то свой сервер, и на этом сервере там замечательно их хранят в реестре, и условно любой Вася может подписывать документы, если он получил доступ к этому ключу. Ну, про другие страшные истории я рассказывать не буду. Я хотел сделать слайд на эту тему, но что-то решил, что не надо, потому что очень страшная сказка получается, потому что люди там ухитряются делать эрзации HSM из как их называют, USB-концентраторы, которые доступны по IP, аппаратные такие, там, втыкают в них 64 ключевых носителя, и считают, что они молодцы. Так все-таки как же нам обеспечить хоть какую-нибудь безопасность ключей? Значит, мы начали эту задачу, и не мы, и наши коллеги решать в начале 2000-х годов. производители, которые сейчас на рынке существуют, они в свое время начинали с того, что делали всякие аппаратные средства для защиты программного обеспечения, ну и вот как-то используя те аппаратные платформы, особенно, когда стало доступно и популярно USB-интерфейс, вот это оно все и пошло. Кстати говоря, вот в зарубежных странах был и остается более популярным формат смарт-карт, потому что исторически они там существовали и потом только преобразовались в USB-носители. И фактически сейчас большинство производителей вот эти USB-свистки выпускают не в виде какого-то отдельного устройства, а в виде такого USB-смарт-карт ридера, в который вставлена сим-карта. Ну вот так вот они. Вот. И задача осложнялась тем, что не было доступной аппаратной платформы для того, чтобы там сделать аппаратную криптографию. Поэтому делали кто из чего мог и как мог и фактически получился в итоге устройство, которое сейчас называется пассивный ключевой носитель. То есть это фактически некая память, где хранятся ключи, отдаются наружу по пин-коду. Но существенный плюс этой истории состоит в том, что эти устройства доступны через смарт-карточные интерфейсы, эти устройства не являются накопителями в том смысле как дискеты, там флешки, то есть масса строша не являются. Но при этом ключи извлекаются в память. И что в итоге получилось? Получилось, что удалось повысить уровень защиты ключей, получилось снять достаточно большое количество проблем пользователей, которые были связаны например с хранением в реестре, как только человек переустанавливал себе условный Windows, у него терялись все ключи, потому что больше другой копии в него не было, дискеты не читались, все такое. Ну и сняли некоторые риски, которые были связаны с бесконтрольным распространением ключей. Эта задача сложная и решается она до сих пор, то есть такая вещь, как предоставление полномочий, передача полномочий, наделение полномочиями до сих пор у нас, к сожалению, не решена в итоге. Сейчас, я надеюсь, с наступлением эпохи МЧД каким-то образом это разрулится. Соответственно, плодились вот эти самые виртуальные генеральные директора, их было человек 50 в некоторых организациях, до сих пор поступают запросы в техподдержку, а как же нам расшарить один ключ? Ну, условно, на всех. То есть, опять же, задача была не решена, то есть решена частично на самом деле. Настал момент, когда появились чипы, позволяющие считать асимметричную криптографию достаточно быстро, за вменяемые деньги, и тут появились так называемые сегодня активные ключевые носители, которые не то, чтобы отдавали ключи наружу по пин-коду, они давали доступ к их использованию, но и сейчас дают. Вот, и это на самом деле некий переворот получился в подходе, вообще говоря, к использованию СКЗИ, потому что, если мы вспомним вот тот слайдик, где у нас большое такое СКЗИ, которое находится в защищенном помещении, появилась возможность каждому гражданину заиметь собственное СКЗИ, которое он может носить в кармане и безопасным образом использовать ключи подписи в том смысле, что их нельзя копировать, нельзя сделать дубликат, и первыми, кто оценил эту идею, были кто? Банкиры. То есть, банки это были первые пользователи ключей, устройств с неизвлекаемыми ключами, особенно в системах дистанционного банковского обслуживания. Но задача-то на самом деле стоит шире, да, и хотелось бы применять вот эти все идеи в большем масштабе, чем юридические лица и их дистанционное банковское обслуживание. И первой ласточкой в этом смысле стал портал госуслуг. На моей памяти они были первыми, кто взялся за разработку универсального браузерного плагина, который поддерживал не только программные СКЗИ, которые на тот момент умели работать исключительно с пассивными носителями, да, в виде там токенов, флешек, реестров и так далее. Вот. Они поставили задачу себе сделать поддержку хотя бы аутентификации через активные ключевые носители. Переломным моментом особенно для государственных информационных систем явилось появление единой государственной автоматизированной информационной системы ЕГАИС для алкогольной розницы. Это был примерно 15-16 год, это в массу все пошло. И тогда ФСР решала серьезную задачу, потому что им было действительно необходимо обеспечить и гарантировать существование единственного ключа подписи на каждую торговую точку. И как следствие это потребовало обязательного применения активных ключевых носителей. И собственно с этого момента пошло их массовое применение. Вот. Флаг этот поддержала Федеральная налоговая служба, которая организовала доступ к своим порталам таким же подобным образом. И вот это вот самые наши замечательные любимые поправки к 63-му закону, которые все-таки привели к тому, что у руководителя организации у нас теперь может быть только один квалифицированный сертификат. То есть нельзя пойти в 50 удостоверяющих центров и получить там 50 разных сертификатов и раздать их сотрудникам. То есть на государственном уровне появилось понимание вообще говоря важности задач стоящих, которые обеспечивают доверие к электронным документам на самом деле. Вот. И большим шагом вперед было обязательное применение ключевых носителей для того, чтобы на них хранить ключи и сертификаты, хотя до сих пор изобретательные ребята на форумах и всяких других социальных сетях спрашивают, как же нам неэкспортируемый ключ экспортировать и сделать его опять 50 копий. Я что-то подозреваю, что здесь некий состав уголовный имеется в том смысле, что это вообще говоря тянет на эксплуатацию недокументированных возможностей СКЗИ программных. Я предполагаю так. Я понимаю сомнения, но вполне возможно, что при желании можно. И в заключении хочу сказать, что сейчас самое время начать переход массовый на использование активных ключевых носителей. Их теперь можно применять везде, потому что сейчас фактически во всех криптопровайдерах возможно применение активных носителей. То есть если раньше это были какие-то специальные версии, программно-аппаратные СКЗИ и так далее, то сейчас это доступно фактически из любого криптопровайдера. Теперь я надеюсь, что все-таки решится проблема наделения полномочиями и не надо будет создавать 50 виртуальных директоров и можно будет сотрудников наделять полномочиями по-человечески. а не вот этим странным способом. На самом деле там не только с полномочиями был вопрос, потому что у нас народ очень интересный. Он любит экономить там, где очевидно. То есть очевидно было, что зачем мы будем каждому сотруднику выпускать квалифицированный сертификат, когда можно взять генерального директора и его разгножить. При этом риски на самом деле получаются совершенно несопоставимы с тем, какова стоимость носителя и сертификата. Ну и в конце концов сейчас стала возможна работа с одним ключом подписи, с одним сертификатом фактически на любом рабочем месте, будь то стационарное рабочее место или мобильное рабочее место. То есть криптография и подпись стали доступны через беспроводные интерфейсы, в том числе на мобильных устройствах. То есть это та задача, когда надо подписывать документы не только на ходу, но еще непонятно где. Ну в том смысле, что когда нет связи, когда нет интернета и вот это вот все. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопросы есть какие-нибудь? Не видно больше вопросов. Тогда на этом мы работу с секцией завершаем. Большое спасибо всем за внимание. Надеюсь, было интересно. Спасибо. спасибо большое. Еще раз всего доброго. Спасибо.